внимание вы входите в пограничную зону ход только по пропускам или по удостоверению личности здрасте все доброе утро если она может быть добрым когда ты практически не спал это граница там у нас грузия это таможня которую мы ночью проходили сейчас время по 8 получилось немножко поспать в этот раз сегодня надо разгрузиться как тут наша машинка поэтому ну вот так если делать все по закону то мы сегодня выгрузиться не успеем а сегодня уже вторник поэтому поэтому иногда приходится так поступать стоянка возле границы михаил тоже проснулся сейчас пойдем кофейку купю страховки возьмем до поездки солнышко светит на небе не облачко ах какой ценек намекчается выдвигаемся остался небольшой армянский рывок правда время уже пол девятого утра по местному ну здесь хотели восемь выехать начало девятого но симка покупает ну смогли купить только мтс с 9 начинают работать билайн предлагают местный но билайн там что-то пару гигов а ценник такой что я покупаю свой максимальный мтс и мой максимальный мтс стоит немножко чуть-чуть дороже ну же михаил тоже меня дождался как мало галекарит подвисну скорее всего что его сегодня не растаможет давай спайка выезжай и не хочешь вот тут уже местная банда вас догнать михаила колесо спустила на ленивцы в принципе у него там тоннаж то маленький так вот эти ямки как были с прошлого года так и остались тоннаж маленький поднял принудительно ленивец говорит это назад буду ехать спокойно или ереване на эту шиномонтаж вообще в принципе можно и до россии выехать вот поэтому пока сим-карты купили у меня был мтс армянский но 9 месяцев если не пользуешься то он блокируется я не пользовался год вот ну что по гуглу ехать мне до гюмри 146 километров немного для местных дорог это уже расстояние но факт в том что это через напрямую через ванадзор через за лаверды дованадзор мы так не поедем до сих пор там делают дорогу дороги нет мы поедем сейчас опять доль границы азербайджанская до дилежана и в дилежане мы уйдем уже правее мы там с михаилом разъедемся дизель 420 ого если учитывать курс 100 рублей это получается 60 мне даже вот я снимал 60 хотя в принципе 65 драм 100 рублей 65 драм 650 420 это сколько ну по-моему да ну дороже чем в россии наверно надо считать лень недоставать калькулятор мозги что-то не хотят особо арбайтен с утра от недосыпа наверно надо сегодня разгрузиться поэтому вот пришлось урезать свой сон мы выехали с таможни в 4 утра да в 4 по 8 поднялись 8 собирались выезжать ну так как сим-карты вот они работают с 9 до 6 только как хочешь и можешь ехать я точно не поеду потому что мне интернет надо и много он остался со мной вместе тоже купил сисимку вот ну пока обратки у нас нет там дали контакта фи расплавы возить в принципе там ставка довольно таки неплохая но на эту неделю и расплавах погрузок нет если сегодня за день ничего не найдется стоять мы не будем мы будем значит выдвигаться обратно пустые может быть в грузию естественно если в грузии тоже ничего нет время терять нам не надо нам нужно на сервис поэтому будем выходить уже пустые туда куда-то на владикавказ на минводы уже там оттуда до москвы чем-нибудь сгрузиться но это ладно сегодня задача какая сегодня надо доехать так получится наверно километров с двести с пятьдесят наверно что-то наверно сотку больше через дилижант я так припоминаю вот сами видите знаки так и висят это лаверды лаванадзора к грузовикам там ехать нельзя ну там кто-то ехал но говорят что там все так печально там по полю едешь все там разрыто видите поэтому так-то здесь 146 километров и мы на месте ну мы крутим влево без вариантов спайка пошел направо вот я сейчас зеркало смотрю ну мало ли куда он пошел может он в лаверды пошел или еще куда ну мало ли куда человек поехал может быть и в Ереван спорить не буду вот он пошел направо еще одна машина она тоже направо туда пошла может уже сделали ну мы едем сюда что-то мне там с двадцаткой тонн если там ремонт и по этим ремонтам там колдебаться не очень хочется расход сейчас подымет больше по армении чем по грузии поднял ну что там перевал перескочил и все и в общем то в принципе там более-менее ровно здесь сейчас тут по горам и хорошо карабкаться так я рассчитываю часа за четыре возможно заехать если сейчас десять часам к двум поездки мри дай бог что так получилось загадывать не будем это просто рассчитываю пока на улице комфортно 22 то есть пекла нет что не может не радовать ездим наслаждаемся красотой мне нравится здесь есть да тут едешь медленно по таким дорогам по церевням тут же интересно все на этих автобанах в той же Европе вышел на этот автобан положил и едешь себе не знаешь чем заниматься а вот так для контраста сначала в Европу съездить а потом сюда прикольно красота местная природа какая вот эти все туи или как они тут называются сосна это местная чем не красота едь наслаждайся чем мы занимаемся сейчас перевальчики пойдут вот уже подъем 8 процентов 5,2 километра вот вот эти говорит джигули совсем не едут он меня долго в гору обгонял пока он меня обгонял взял калькулятор посчитал ну ориентировочно получается рублей 60 плюс-минус если на российский перевести здесь топлива в армении дороже но мы вот в первую гору лезем все еще никак не залезем все красиво все зелено все цветет маковые поля только что маковое поле визу не успел я его заснять видите вот макета не проскакивают так вот вдоль дороги по чуть-чуть а там прям поле вот тоже самое большое самое которое произвело впечатление это я видел в чехии перед прагой правда не помню с какой стороны по-моему со стороны германии но тоже давно это было и тоже вот ехал со стороны германии к праге подъезжал и там я не знаю какая там площадь была может поля футбольная может два поля футбольных и они полностью красные 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 братцы это надо было меня аж челюсть отвисла я забыл куда чего я еду в эту прагу теперь нет саму прагу то я не ехал мы тогда одно время транзитом ездили через ну в целях экономии шли например на юг германии мы шли через чехию польшу чехию и выходили там уже в германии ну да экономили мы там наверное какие-то километры понятно не знаю что мы там экономили на дорогах чехии тоже дороги не дешевые самый прикол был в том тогда еще были как бы границы между евросоюзом ну как границы там паспортный контроль был их вот получается ты еще тогда и белорусы ставили печати часто вот например белорусы если выезжаешь европу там за границу то белорусы тебе печать паспорт не ставят а тогда вот представьте белорусы выезд поляки въезд две печати поляк выезд чех въезд четыре печати чех выезд немец въезд шесть печати и точно так же обратно страницы паспорта не хватало страницы паспорта не хватало то есть паспорт уходил тогда в то время когда вот эти паспорт и контроль между границами был буквально за полтора два года все и приходилось опять заново паспорт менять было такое но потом они все это дело подменяли и мы перестали а мы потом перестали ездить наверное умные головы посидели посчитали экономическую составляющую дозволы тем более дороги что ты по германии ездишь там например там в германии вошел и по автобанам катишься или там ты по этой чехии допустим если со стороны на хода заходить там до праги до той же там больше половины дороги там колхозами ну вот так вот по такой вот примерно как здесь едешь тоже вверх вниз лево право присесть встать деревни поселки городки такая вот дорога по времени просто теряли очень много но то что мы так вот одно время катались и паспорт через полтора года каждые полтора года приходилось менять то такое было но это было давно армия армянская солдаты куда-то здесь частей много здесь же граница рядом с азербайджаном напряженность остается конфликт же недавно был вооружен и сколько людей погибло вот так вдоль азербайджанской границы и будем ехать там что-то буквально местами так вот прямо вот 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 возле самой границы с левой стороны у нас будет не знаю как сейчас раньше вообще что-то говорили что даже иногда и постреливали вот так вот сварка обивка автосервис местный ну вот так а что постреливали почему нет сейчас мы полезем еще в одну гору нигде сейчас останавливаться не буду потому что время время приехать надо с запасом чтоб до конца дня рабочего успели разгрузить вот все подал в горах вернее до самой горе так раз домики поставили и живут люди даже вот высокая сколько там этажей 5 пятиэтажка красивая природа для жителя средней полосы россии среди полосы необычная дерево налево таксисты ухажется ли нету сука тут таксистов в обратно педальку дави давай давай молодец красавчик полезный в гору в очередную да и чего они у нас будут вверх-вниз вверх-вниз потом уже ты чего надо дележана по ущелью будем по ровному идти а дальше пойдем заповедник но об этом позже представляете какие тяжко 20 утащить двадцать с половиной хорошо у меня 20 лет где-где встать надо сходить в кремку и сделать фото с друзьями ну с миллионов а ты с этими про артиста да я говорю вот ты кольцо проедешь и потом ну я уйду направо а тебе левее те как те прямо я направо те прямо и там за колечко протянешь там метров пятьдесят семьдесят там знаков нет я останавливался там и ходил фотографировал их надо с такими с заменительными режимами на реализацию селфи сделать да да подойдешь там я то не буду тормозиться у меня то фотки есть тем более в моем там направлении там по-моему не остановиться да и времени нет а просишь кого-нибудь а кто-нибудь сфоткает когда уже увидел уже там за фраз ну не сел схватиться даже на ходу тоже тропился уроки не-не я потом прошлым разом когда ехал не этим а ну до этого как-то ехал я останавливался прям к ним подходил снимал есть у меня с ними фотографии так вот представляете какие тяжко тащить ну ничего люди тут постоянно таскают сейчас не мудрено сейчас конец газончик встретим гружененький зелочек какой-то на первой передаче весь день в гору едет до обеда в гору выгрузился и после обеда с горы спускать по-другому никак а я фотографироваться не пойду во-первых это нету времени может назад когда буду ехать ну тем более я уже фотографировался у них снять то я их на камеру сниму а так то я то у них уже был рядышком опять вот граница видите подвела так то рассчитывала что спокойно пересечем так то все таможня все оформила быстро вся задержка была в рентгене на границе потому что вот рентген вся колейка не всех стопроцентно через рентген а это ну представляется каждая машина должна заехать выйти отдать документы ее прогнать этой просветить опять выехать следующий заезжает это время в год назад я ехал меня на рентген не загоняли может быть он не работал хотя вроде бы машины там были они наверное стопроцентно на рентген не гнали а в этот раз ну сейчас вот допустим все стопроцентно все через него вот поэтому и колейка так то само оформление там пять минут таможня оформится сходил экологию оплатил оформился и все быстро вся задержка в рентгене мне это растамажиться не надо Михаилу то надо он везет форму спортивную футбольную с Италией с Болонии Ереван ему на таможню ну ему однозначно сегодня если вдруг даже и успеют растаможить что ну все смотря зависит тоже как там ждут не ждут готовы готовы не готовы ну разгрузить то наверное вряд ли ему тоже приедет считать после обеда уже в Ереван плюс на таможню надо на другой конец Еревана там один Ереван надо час времени оставить это в хорошем случае наш Гюмри поменьше я правда еще не уточнял у меня там какое-то шоссе указано выгрузка туда мне не туда что видите не только мы еще и Вазик не едет чуть не посадил меня в гору интересно так вот по таким дорогам ездить мне нравится сейчас Руслан поехал на Казахстан в Алма-Ату присылает фотки куардак прислал так я чуть слюной не задавился я ему в ответку шашлык грузинский кулинарными достоинствами стран где находимся соревновались ну судя вот по черте видите черненькая черта у нас граница вон она вот по этому бугру по ходу и проходит сама граница вот этот вот тут большой бугор это уже Азербайджан то есть мы вот буквально вдоль границы с Азербайджаном едем а это вот если я не ошибаюсь но как говорили там азербайджанское поселение было ну деревня азербайджанская ну естественно когда вот этот весь конфликт в самом начале начался все его покинули вот это самое место которое вот тоже дома вот видите все это когда-то все жили мирно дружно в одной стране потом ее планомерно со всех сторон развалили всякими конфликтами в том числе подточили вот так да вот это вот это самое близкое к границе место то есть то есть буквально у нас граница метров триста и азербайджанская территория начинается ну а мы сейчас хороший подъем полезем вот туда вот туда мы сейчас с вами братцы полезем вот туда на ту гору и а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok это все красное что есть красный это все маки мы как бы спустились они спускаемся сейчас этому хребту подъедем что впереди и на право пойдем и вдоль него какая красота красненькая о наш душа радуется маки маки красные маки а вот смотрите с ума сойти нас такого не увидишь да вот так вдоль этого хребта и потом от михаилу придется наверх на него залезть через туннель и туда к сивану и дальше кереваном а мы уйдем на право через дилижанский если я не ошибаюсь заповедник и выйдем туда новонадзор из новонадзора там в общем-то спитак через спитак разрушенный свое время до основания практически и там уже и гибрид время 11 нормально что-то вот не могу понять со спальника с этим то начнет подписки перестанет где что не сильно но так раздражает слава богу что у нас панель такая вот мягкая мягкий пластик еще не пластик наверно не пластик и что это такое что это она сделала то что она вот не дубовая не рассыхается то есть нет у этого скрипа постоянного скрежета как у большинства все уже теплица арбайта а уже там все засеяно внутри вентиляторы крутятся воздух гоняют все красиво пойдем сейчас вдоль речки не помню название прохладненько так будет вот такой равнинный участок начнется до Дилижана правда до того Дилижана то уже рукой подать завод не восстановили и какие-то биг-беги там что-то все что-то делают так какое-то небольшое производство так-то у нас еще будут и спуски и подъемы да тоже как бы вот этот участок города мы преодолели здесь у нас будет более-менее немножко ровно я имею ввиду по меркам данной местности ровно вот уже асфальтик новенький Ереван правда прямо Каян налево Каян пока не может вот чего они говорят вот загрузки есть кошачьи туалетами кошачьими ну что-то там во-первых тащить 22 тонны во-вторых что-то Сашка таскал с Белгорода который может быть не от того экспедитора говорит 2 месяца потом деньги с них выпивал эти копейки которые здесь дают пока тихо чуть мое сердце что процентов 95 пойдем мы назад в пустыне вот сколько еду еще пока ни одной полицейской машины не встретил ни одной в общем-то вот и Еджи Ван где тут интересно этими туалетами грузится кошачьими не знаю не грузился статуи бегал здесь по лестнице где-то что-то какое-то есть производство мы-то что-то тут практически через центр даже не наверное не практически а через сам центр дорога идет вот туда сейчас ее не видно там статуя может ну там какая промзона не знаю вон машинка стоит может где-то здесь и грузится чем-то таким кстати место тут вон стоять да тоже завод к 100 вообще-то какой-то был вместо что за может предприятие какое-то тоже вон одни руины стадиончик есть местный да немножко так временами выглядит все не очень красиво ну хоть что-то какое-то хоть какое-то производство те же туалеты а нам дальше вот туда вот видите вот в то ущелье все так же то тут уже осталось совсем немножко где-то где-то хавит направо дилежан налево да получается через центральная улица вот слева там уже вот на горах это жилые районы дома то тоже вот сколько тут этажей раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-вот девять этажки уже по идее должны строить такие сейсмоустойчивые как бы в любом случае сейсмоопасный район где горы это все сейсмоопасно землетрясения никто не отменял сдвиги земной коры и так далее опять же гули не хотят ехать что делается здесь надо во втором ряду ехать в сестероту будем через рынок сунуться там будет первая полоса вся заставлена аллея здесь красивая там потом после рынка особенно ночью когда я шел как она светится песня поехали жигули ну 40 же а не 35 можно ехать братва не выдерживает через двойной обгон е-мое через две сплошные меня обгоняет а тот который меня через две сплошные его еще один обгоняет и красавцы горячие люди черт вот он рынок центр города но рынок базар тут магазин и все дела туда-сюда ходят выходят через движняк какой какой коронавирус о чем говорится вот он ее поставил и все ну и чё какое тут движение люди туда-сюда ходят рынок рынок прямо так и написано кто-то что-то покупает кто-то что-то продает вот кстати можно было сходить родиться если посмотреть вещь специален что почем на данный момент нету время его обычно никогда нет вот первая машинка полицейская какой джаза такой весьма упитанный так место для прогулок здесь тоже хорошая так то тут речка там вот внизу все ходи дыши сосны свежий воздух горный дышится по-другому в горах совсем по-другому ты сюда ехал развернуться красавчик тележан прямо в курсе вот это аллея началась подсвечивающийся летом но из ночью красиво учет все фонарики какие-то по побитые и такие были ли внимание не обращал а газ почем не вижу ценник и просто интересно было сравнить в общем то и все вот и весь и g1 поехали дальше км 25 наверно 20-25 до дилижана из-за там мы с михаилом разъедемся догнал меня он ведь сзади крадется второй раз в армении прошлом году первый раз был а ну вот этот магазин супермаркет в принципе тут даже и заночевать можно если что вот так как бы для себя а 35 соврал дилижан 35 километров ереван 129 алё да добрый день зовут алексей водитель я вам ламинат везу с белоруссии ваш вот вот дилижану скоро буду подъезжать минут через двадцать ну ну я так думаю часам к двум нормально ага да конечно все уже все документы оформлен только выгружаться ага все хорошо на въезде в гюрьме гюмри я вам наберу тогда все договорились хорошо ага позвонил клиенту все сказал окей сегодня выгрузок это хорошо сейчас своим даю задачу пускай роют по загрузке я тюрьму и а я я и а я и и и и и и а а кто и и и и и